Огонь, вода и пожарные машины. Камчатские огнеборцы отметили свой профессиональный праздник. Пожарное шоу прошло на площади в центре Петропавловска. В последний день апреля свой профессиональный праздник отмечают те, кто, рискуя собственной жизнью, спасает людей от огня. 30 апреля этого года пожарной охране в России исполнилось 375 лет. Для гостей праздника огнеборцы подготовили целый ряд зрелищных представлений. И началось все с любимого многими вальса пожарных машин. Мурашки по телу от такой красоты. Водители продемонстрировали невероятные навыки маневрирования машиной под музыку, которая весит более 10 тонн. Именно их мастерство вождения позволяет в повседневной работе прибыть к месту пожара в максимально короткие сроки. Годы тренировок. Всегда отрабатываем, всегда танцую вальс. Особенно с любимой женой. И с машиной тоже. Одним из сюрпризов для зрителей стал новый номер с пожарными лестницами. Традиционно пожарные продемонстрировали свое умение борьбы с огнем. В центре Петропавловска они потушили горящий гараж и сарай. А также ликвидировали последствия ДТП. Потушили возгорание в автомобиле, достали пострадавших. Пожарные Посвящение в пожарные в этот день прошли ученики кадетских и профильных классов школы номер 27 и школы номер 28. Также на глазах зрителей, выпускники вузов МЧС и огнеборцы, которые были приняты на службу в этом году, прошли процедуру посвящения как водой, так и огнем. Момент волнительный, да, под водой холодно. К работе подходим с душой на самом-то деле. Мы этим прям живем. Вспомнили в этот день и то, с чего все начиналось. Попытались сегодня воплотить в жизнь все эпохи существования пожарной охраны. Начиная от конных обозов, заканчивая современными образцами вооружения и техники. Не забыли про годы Великой Отечественной войны, где в трудный период для нашей страны пожарная охрана также выполняла свои боевые задачи наряду с военными подразделениями. Камчатские пожарные – люди творческие. В свой праздник они зрелищно продемонстрировали процесс сражения с огненной стихией, а также исполнили красивые песни о своей нелегкой, но невероятно важной работе. И вот ты мой. Обгоняешь справа. Я справа прямой. И нам надо идти. Если надо, то полусти. Достучаться до ясности. Соблюдая прятки победительности. Финальной точкой праздника стал фонтан из пожарных шлангов и бурные аплодисменты зрителей. Нам все очень понравилось. Мы пришли с детьми. Ребенку вообще она в восторге. Даже поливала с пожарного шланга. В общем, здорово. Хочется пожелать мужества, силы духа, терпения и чтобы поменьше было таких опасных ситуаций. Они всегда молодцы. Всегда на высоте. Пожарная команда, наверное, в нашем Камчатском крае – это суперкоманда. Мне так показалось от сегодняшнего праздника, от сегодняшних действий, от сегодняшней вот такой вот… Ну просто, вы знаете, несмотря на ветер, вот на такую погоду, так и все организовать – это дорогого стоит. Пусть будет им здоровья много-много. Также для гостей праздника была подготовлена выставка пожарных автомобилей и пожарно-спасательной техники. Все желающие смогли посидеть в автомобилях, сфотографироваться внутри и возле машин. Быть пожарным – значит быть героем. Коллектив масс-медиа Камчатка благодарит ветеранов и сотрудников пожарной службы за их нелегкий и опасный труд. Желаем здоровья, надежного тыла и сухих рукавов.